Всем привет! Меня зовут Евгений Киселев, и вы на моем YouTube-канале, и вы видите, что в гостях у меня сегодня Юрий Рашкин, американский политик из штата Винсконсин, который является депутатом окружного собрания в округе Рок. Я надеюсь, что когда-нибудь Юрий выйдет на более высокую политическую орбиту и, может быть, станет конгрессменом или сенатором в своем штате, а, может быть, и дальше пойдет. Юрий родом из бывшего Советского Союза, поэтому он говорит по-русски так же свободно, как я, и многие его еще знают как ведущего YouTube-канала «Рашкин репорт». Ну, а пригласил я Юрия сегодня не случайно, потому что я напомню, по вторникам мы следим и подробно разговариваем с разными гостями, которые лучше меня понимают и разбираются в американской политике. Ну, а сегодня очень важные первичные выборы, праймерис в штате Нью-Хэмпшир. Можно сказать, такие культовые, окруженные разного рода мифами, и действительно это подтверждается исторической статистикой, что, как правило, президентом Соединенных Штатов не всегда, но, как правило, становятся те кандидаты от демократической или от республиканской партии, которые побеждают на праймерис в Нью-Хэмпшире. Юрий, после этого вступления я вам передаю слово и хочу у вас поинтересоваться, как вы думаете. Сойдет с дистанции Ники Хейли, она же теперь осталась, по сути дела, единственной кандидаткой, которая противостоит Трампу. И многие говорят, что если она проиграет, то она тоже последует примеру Рона Десантиса и тоже сойдет с дистанции. Евгений, спасибо за такие добрые слова и такую, как бы, поддерживающую, да, интродукцию. Разница между человеком в Соединенных Штатах, который интересуется политикой и который может участвовать в выборах Конгресса или в Сенат, или в губернаторы, или в штатные более высокие позиции, это их способность собирать деньги. Если они могут собирать деньги, то тогда их допускают к столу то время, пока они в состоянии собирать деньги. Например, Десантис потерял способность собирать деньги, и он быстро вышел из гонки. А для меня, мне кажется, что важнее просто, ну, честно говоря, ну, как бы наглости не хватает, потому что, с одной стороны, я сейчас переизбираюсь, у меня вот двухлетняя каденция моя подходит к концу третья, и я переизбираюсь на четвертый срок, и опять без оппозиции. Ну, просто советский какой-то вариант. У нас 29 депутатов в нашем округе, я один из девяти, у которых нет оппозиции. Я единственный на избирательном бюллетене буду, это будет праймерис, республиканские у нас в штате, и весенние выборы. Так что мое имя будет там, и Дональда Трампа, и, наверное, Ники Хейли, вне зависимости от того, будет ли она на этих выборах уже кандидатом или нет. Я вам скажу больше, я планирую голосовать за Ники Хейли в праймерис, если она еще будет присутствовать, потому что я не думаю, мой голос будет нужен Джо Байдену. А вот Ники Хейли, я думаю, он мог бы очень помочь. Поэтому давайте посмотрим на то, что происходит в Нью-Гемпшире. В Нью-Гемпшире ситуация такая. Там, ну, они себя, конечно, ценят, и у них своя динамика, поскольку у нас 50 штатов, 50 разных выборов, это 50 разных электоратов и 50 разных правил. И в Айве были такие правила, и такая погода, при которой проголосовало что-то около 2% или, ну, 5% максимум всех избирателей в штате. Как-то цифры почему-то все время уменьшаются. И из этого количества, а, наверное, 5% проголосовало, 2% выбрали Трампа. То есть получается такое, что как бы у него вроде бы он оглушающая поддержка, а с другой стороны очень мало, что как бы на самом деле реально людей за него проголосовали. Но его ядро пришло. Он всегда может на них рассчитывать. Ники Хейли рассчитывает на Нью-Гемпшире. Это ее единственная, самая лучшая, первая и последняя надежда, на самом деле, все это выиграть. Потому что в Нью-Гемпшире другие правила. Там могут голосовать не только республиканцы. Там просто приходишь и голосуешь. Это праймарис, это не нужно сидеть на этом заседании, как на кокосах. Поэтому совсем другая динамика. Там, правда, говорят, например, рядом Массачусетс, либеральный. И оттуда из Массачусетса понаехали люди в Нью-Гемпшир. Может быть, это повлияет и сделает Нью-Гемпшир более либеральным. Но выяснилось, что те либералы, которые уехали из Массачусетса, они уехали оттуда, потому что он слишком либеральный. И они являются сейчас самыми консервативными нью-гемпширистами. Так что свои динамики и у кандидатов, которые не выиграли в Айве, есть очень хороший шанс выиграть именно в Нью-Гемпшире. Потому что Айве – это белые религиозные, а Нью-Гемпшир намного лучше отражает разных людей, которые живут в нашей стране. Поэтому, с одной стороны, у Ники Хейли есть более хороший шанс выиграть в Нью-Гемпшире, так же, как у нее был бы более хороший шанс выиграть на общих выборах. А с другой стороны, поскольку после этого праймерии перейдут в действительно более закрытые республиканские штаты, то это намного усложнит задачу Ники Хейли. И нужно здесь выиграть, ну, как-то невероятно что-то здесь произвести, чтобы создать такое ощущение, что у нее есть шанс. Напомню, что Джон Маккейн выиграл у Джорджа Буша праймарис. Он, значит, проиграл ему вначале в Айве, потом выиграл у него в Нью-Гемпшире. Об этом на 42 очка обошел Джорджа Буша. Люди говорили, смотрите, вот, надежда республиканской партии. Наконец-то есть человек. И что произошло? Буш-младший сказал, если вы республиканец, то не подкупайтесь на то, что говорит этот Маккейн, который говорит, я вам приведу независимых. Мы здесь республиканцы, голосуем за республиканцев, а республиканец – это я. И таким образом он выиграл праймарис, и потом выиграл, благодаря Верховному суду, стал президентом. А потом, как бы, истории мы знаем, что произошло. Поэтому даже если бы Ники Хейли разгромила Трампа в Нью-Гемпшире, то у нее были бы достаточно мизерные, ну, негарантированные шансы после этого. А сейчас выглядит так, как будто она проиграет ему процентов на 15. И ее главный сторонник, губернатор штата Сунуну, говорит вообще, что если она проиграет на, как бы, одиночные цифры от 1 до 9, то это уже такая большая победа. Победа не победа. Мы смотрим, что Десантис, это была как после Айвы, как курица с отрезанной головой. Ему уже отрезали, мы уже видим, что это существо не функционирует. А это еще бегает вокруг. Он говорит, нам выдали билет в Нью-Гемпшир из Айвы, а потом вышел из гонки, потому что понял, ничего ему не дала Айвы. Он пришел вторым после Трампа. А в Ники Хейли, вот она, значит, Айву сдала, в Нью-Гемпшире у нее есть шанс. После этого будет ее Южная Каролина. Южная Каролина – это ее штат, где она была избрана губернатором. Ну, казалось бы. Ну, Трамп ее там сотрет в порошок. Сейчас ожидается. Потому что его ядро не ведется на такие, знаете, он тут победил, она тут победила. Они верят в Трампа. Поэтому они придут и проголосуют за Трампа хоть-то тресни. И в Южной Каролине их намного больше. И правила более для них благоприятные. Поэтому есть вероятность того, что она вообще может выиграть выборы. И потом в Нью-Гемпшире, а после этого выйти из выборов до Южной Каролины, чтобы не испытать того позора, который будет проигрыш. Вот как десантист не хотел набрать 5% в Нью-Гемпшире, да и деньги закончились. Опять деньги. И особенно, когда мы смотрим на Ники Хейли, американские аналитики вообще задаются вопросом, если она избирается в президенты или она избирается в вице-президенты к Трампу. Так что вопрос Ники Хейли – это как бы об остатках того, что стало с партией Рейгана. Это очень интересно, потому что она как бы является доказательством, что этих людей есть 20, возможно, 30% поддержки в республиканской партии. Но это не 50%. Но если они откажутся от Трампа, как они пока что заявляют, они говорят, очень много людей, которые голосуют за Ники Хейли и поддерживают ее, не будут голосовать за Трампа, но при этом продолжают себя называть республиканцами. Прекрасно. Ну, значит, Ники Хейли отберет у Трампа еще какое-то количество голосов, и вот он доковыляет до выборов. Это вообще просто отдельная тема. Но Ники Хейли – это просто как лакмусовая бумажка, которая показывает состояние республиканской партии на сегодняшний день. То есть, есть такое хорошее старинное выражение, которое больше использовалось в описании разного рода конфликтов внутри русской православной церкви – старостильники. Вот, условно говоря, есть такие республиканские старостильники, то есть те, которые олицетворяют, если угодно… Те, которые верят в эмиграцию, те, которые верят, что у Соединенных Штатов есть место на мировой арене, те, которые верят в большие рынки, в капитализм. Да. Последователи Рона Рейгена, так? Староверцы. Да. Вы к ним принадлежите, я так понимаю. Знаете, это те люди, с которыми я всегда мог найти общий язык, потому что, что бы мы ни думали о внутренней экономике, как лучше решить наши внутренние проблемы в США, мы были рука в руку, об руку, как бы мы понимали, что Россия – это угроза, что национальная безопасность – это важно, что оборона – это важно, что союзники – это важно, НАТО – важно. Вот это все у нас было, это четкое понимание. И эти люди есть. Но власть в республиканской партии захватили те, которые говорят, мы боимся этого мира, он такой большой и страшный. Давайте уйдем отсюда, закроемся, закутаемся и спрячемся под камнем и подождем, пока, я не знаю, Трамп сдаст таляску Путина. Ну, послушайте, все-таки, вот такой вот сюжет. Вы сами сказали, произнесли слово «вице-президент». Вот вам не кажется, что Рон Десантис вышел из гонки ровно в этих целях, чтобы потратить Трампу, и чтобы он потом его взял к себе в команду в качестве вице-президента. Потому что, что касается Ники Хейли, ну, знаете ли, Трамп последние дни такие слова про нее говорил, что, я думаю, отрезал для себя всякие возможности пригласить ее потом на пост вице-президента. Он, в частности, высказывал сомнения в том, что она вообще может избираться, баллотироваться на пост президента, потому что она индийского происхождения. И надо еще посмотреть, где она родилась. Привет, Обама! Привет, Обама, да. И, кроме того, если мне память не изменяет, он даже специально нарочно коверкал ее изначальное индийское имя. В общем, девушка тоже обижена. Евгений, тут слегка другой подход, потому что неважно, что он скажет. Он же ее приглашает, если он ее пригласит. Он может говорить что угодно. Вопрос в том, что она про него сказала, и сможет ли она потом это проглотить, и чтобы согласиться стать его президентом, вице-президентом. И все, что мы слышим, она ничего такого не сказала, что она не могла бы легко откатить обратно и сказать, ну, хорошо, если люди выбрали его, то, значит, так тому и быть. Но проблема для республиканцев в том, что это лицемерие, с которым они воспринимают и мораль, и этику, и выборы, и демократию. Это, на самом деле, это их проблема, потому что демократы смотрят на выборы намного более серьезней и честней. И когда, например, выбрали Байдена демократическим кандидатом в 2020 году, это не было потому, что он такой шикарный, он выражает все наши мысли, он читает мои слова, я хотел бы с ним выпить пиво, whatever. Нет, это потому, что он мог победить. И он победил. Поэтому сейчас ставка идет на человека, который победит. А если мы смотрим на какого-нибудь Трампа и говорим, мы знаем, что это Трамп, мы знаем, что он себе возьмет слабого вице-президента, он себе наберет самую тряпку большую республиканской партии, которую он сможет себе найти, об которой можно будет вытереть ноги, и он возьмет себе вице-президента, и он попытается сказать, смотрите, а это, скажем, женщина, или она не белая, или что угодно, в надежде, что он сможет нас подкупить. Он что, с ума сошел? Что он думает, что нас так можно легко купить? Мы же понимаем, с кем мы дело имеем. Это просто как бы непонимание. Республиканцы думают, ну, раз вы такие чокнутые на всех этих меньшинствах и радугах, ну, вот, смотрите, вам гей, или смотрите, вам женщина. Вы же этого хотите, правильно? Это не работает, потому что это нужно иметь, это нужно серьезно об этом думать, а не просто, так сказать, махать флажком и говорить, вот, я такой же, как и вы, давайте все за мной. Вот, кстати... Ниний галстук не делает из Трампа демократы. Послушайте, вот есть известная американская журналистка, телеведущая Мегин Келли, которая на днях сказала примерно следующее, ну, послушайте, давайте будем честны и откровенны сами с собой. Неужели вы хотите мне сказать, что Трамп, это тот же Трамп, который проявил такие замечательные бойцовские качества на выборах 16-го года? Он все чаще ошибается, оговаривается, говорит глупости, ну, ему уже все-таки 77-78 идет. Означает ли это, что... Ну, да. ...не деле шагреневая кожа сжимается, поддержка Трампа на национальном уровне? Вы знаете, да, но это... Такие происходят вещи регулярно, видимо, потому что происходят такие большие тектонические смены, когда ты знаешь, что то, что должно было произойти, для этого уже правила, так сказать, изменились, произошло, и теперь реальность должна догнать людей. Например, наша экономика в Соединенных Штатах сейчас явно улучшилась и улучшается, а понимание людей того, что это происходит, еще не догнало. И, например, если я вот открыл этот твиттер бывший и посмотрел, какие сейчас вчера вечером популярные хэштеги трендинг, Трамп ментал хелф. Деменша Дон. Дон с деменцией и его ментальное здоровье. Во-первых, учитывая, что он все время нападает на состояние Байдена, это просто позор, потому что это такая проекция. Мы видим, что у него явно с этим проблемы и, естественно, он нападает. То есть, если он будет говорить, что Байден мочится, ну, надо понимать, что Дону надо поменять дайпер, подгузник. Так что, как бы тут, в общем-то, с этой стороны все очень однозначно. С точки зрения наблюдения, это как политического аналитика, которым я вот сейчас как бы в этой шляпе, я обалдею. Это просто так круто, потому что, с одной стороны, состояние страны улучшается, состояние Трампа ухудшается, и мы идем к выборам, и при этом Трамп явно будет кандидатом республиканской партии, они на себе гол, волосы рвут, потому что они понимают, что Ники Хейли это их единственная надежда. При этом, надо признать, Евгений, честно говоря, вы что, ну, Дональд Трамп не растворится, если каким-то образом Ники Хейли получит номинацию. Он просто отколется, он заберет свои 10, 15, 20 процентов и угробит республиканскую партию опять. Поэтому они движутся к обрыву. Это просто невероятно, вот наблюдаешь, как бы все быстрее и яростней. Это потому что Нью-Гэмпшир это последняя возможность для республиканцев выйти из этой дороги в обрыв с Трампом. Секундочку, секундочку, Юрий. Я сейчас вам задам один важный вопрос, но прежде я хочу обратиться к нашим зрителям и напомнить, что если вы еще не поставили лайк нашему разговору, пожалуйста, поставьте, потому что чем больше будет лайков, тем больше пользователей Ютьюба смогут посмотреть наш разговор с Юрием Рашкиным. Ну и, пожалуйста, подпишитесь еще на наш канал, потому что я все вижу, я все про вас знаю. Вы очень часто смотрите, а подписываться забываете. Ну это такая информация от Ютьюба, которая дает нам информацию про каждого зрителя, мы знаем, где... Это правда, это правда. Большой брат видит все. Так вот, вопрос, Юрий. Вы говорите, что Трамп в любом случае заберет своих ядерных избирателей и их куда-то там уведет. Вы намекаете на то, что может быть такой сценарий, что он попытается в этом случае участвовать в выборах как независимый кандидат? Посмотрите, он уже сейчас провел эту политику с Иисусом Христом, потому что консервативные республиканцы, которые ходили в церкви в Айве, где пасторы в этот раз решили не поддержать Трампа, а это всегда было очень важно. Если тебя поддерживают консервативные пасторы в консервативной Айве, то это нужно для того, чтобы победить республиканцу. Все по правилам. Но выяснилось, что между Трампом и Иисусом айванцы выбрали Трампа, республиканцы, и они уходят из церквей, которые не поддержали Трампа, и идут туда, куда, значит, так сказать, они... Это совсем другой подход. Для них они уже выбрали Трампа, а не Иисуса. Поэтому я не вижу здесь людей, которые следуют какой-то логике. Они влюбленные, Трамп несет какие-то странные заявления, путает Ники Хейли, Нэнси Пелоси. Это, ну, как вам сказать, это... Это достаточно четко. Понятно, что между Трампом и кем-либо угодно эти кандидаты выберут Трампа, и они не согласны уходить и следовать за кем-либо. Они политикой не интересовались, они не голосовали до этого, а сейчас у них один Трамп. Им даже десантист оказался не нужен. Они именно Трампа хотят. Тут один плюс. Они, возможно, на самом деле не так хотят фашизм. Они хотят какое-то такое царство, чтобы был такой царь Дональд, который делает, что ему понравится. А вот именно то, что Дональд фашист или не фашист, как-то их меньше волнует. Ну, вот, Ники Хейли в одном из своих последних выступлений сказала, что беда, мол, в том, что противостояние Трампа и Байдена слишком много личного. И тот и другой никак не могут подняться над личными обидами. И это очень негативно влияет на американскую политику. Это очень странно. Она все время пытается сказать, что вместо того, чтобы сказать Дональд Трамп Сухин Сын, она говорит оба пожилых человека. Оба они там все. То есть она как бы избирается против Трамп. Такое ощущение, что Трамп это вице-президент Байдена как-то, если слушать Ники Хейли, она как бы их в одно сместила. Но это не важно, потому что я верю, что возраст, я как бы не то, чтобы верю, а когда этот вопрос возник по поводу возраста президента, насколько нужны другие президенты, которые там молодые, красивые. Мне кажется, это какой-то такой популистский избиратель, который говорит, вы знаете, я хочу, вот вам предлагают простые решения популисты, а популист-избиратель говорит, а я хочу, чтобы вы были еще красивыми. Это как-то, ну что это за глупость такая? Потому что на самом деле вопрос повестки и вопрос людей, которые работают на тебя. И мы видим, что люди, которые работают на Байдена, достаточно молодые, и это и Антони Блинкен, и другие, Эврил Хайнс, и другие, и другие, включая любимого в русскоязычном пространстве Джейка Салвана. Но в любом случае это не старики, так что к спокойствию. А когда мы говорим о повестке, то опять же все понятно, у Байдена есть повестка будущего, это инфраструктура, это микротехнологии развития, все он как бы думает о будущем. А в этом смысле Трамп... Погодите, 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 погодите. А Трамп предлагает резинтимент и месть. Прошу. На самом деле многие сейчас говорят, что Байден сменил предвыборную тактику, уже не говорит о своих достижениях и не рисует горизонты будущего, а исключительно сосредоточился на критике Трампа и говорит о том, какие беды избрание Трампа может принести Америке. Знаете, во-первых, зависит от публики, потому что, например, Камала Харрис сейчас очень активизировалась, вице-президент, для тех, кто не знает, и она по всей стране сейчас ездит и говорит о чем? Об абортах, о том, и, понимая, и активизирует женщин, которые могут сказать, вы знаете, мне не нравится политика Байдена, поэтому, 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 но он за то, чтобы я могла делать со своим телом то, что я считаю нужным, и это для меня, извините, главное. С другой стороны, это значит то, чем занимается вице-президент, она окучивает, как мне сказали, Путин вербует избирателей, вот значит, Камала Харрис вербует избирателей, вот таким образом. Так, подождите, а что плохого в том, чтобы вербовать избирателей? в этом... Только если вы полковник ТГБ. Стоит, да? Нет? Ну, как бы, это не тот глагол, который бы я, наверное, да, не использовал, но тем не менее, Байден в это время говорит в зависимости от публики, потому что, когда он говорит о, ну, нужно говорить и о демократии, как бы это другая сторона абортов, это же демократия, чтобы у людей было право выбора, на выборах, напрямую. Значит, Байден может говорить о теме, то есть это как бы культурная часть, эмоциональная составляющая, а с другой стороны он упоминает свои успехи, хотя, когда об этом говорили последний раз два-три месяца назад, слово Байденомика звучало непозитивно. Мне кажется, что вообще все слова, связанные с демократическими президентами, плохо продаются, потому что их тут же подхватывает Fox News и делает из этого какую-то... Потому что, например, Обама Кер, которая дала страховку на здравоохранение, кажется, десятка миллионов американцев, с ней долго воролись республиканцы, пока наконец выяснили, что все ее хотят и непонятно, с чем они воюют. Вообще, республиканцы все время догоняют собаку, которая догоняет машину. Ну, как бы, ну, или в данном случае со страховкой машина просто уехала и на них плюнули, и пришло, но Трамп тоже все равно хочет вернуться и эту битву еще раз проиграть по поводу медицинской страховки, которая известна как Обама Кер. Так что Байденомика, не Байденомика, мы знаем, за последние, кажется, два месяца сентимент американских покупателей, избирателей значительно вырос чуть ли не на 30%. Так что в то время, как Трамп, как бы, саморазлагается и при этом республиканцы не могут из-под него выползти, экономика улучшается и Байден рассказывает, смотрите, Трамп ужасен, он угроза демократии, это бесспорно, а с другой стороны, мы предлагаем законопроекты, часть которых мы уже сделали реальностью и мы предлагаем сделать больше. Так что есть повестка, есть программы, есть выполненные обещания, и если бы не решили Канской партии, то было бы сделано еще намного больше. Слушайте, вопрос. Вот этот временной лаг, как вы оцениваете, между объективными показателями роста экономики, улучшения экономического и финансового состояния Америки и тем моментом, когда это дойдет до широких народных масс? Такой жираф, да. Анекдот про жирафа, смеется всю ночь. Понятно. Так вот, когда начнут смеяться-то простые американцы? Постепенно мы видим, что это начинается. Говорят, что это занимает от трех до семи месяцев. Пока что прошло, кажется, ну, я не знаю, в общем, надежда моя, что это произойдет к лету, потому что уже надо к осени, чтобы было достаточно все четко и однозначно. Но этот цирк под названием Трамп, это просто невероятно. Просто его наблюдают. С одной стороны, знаете, это как история повторяется, как фарс. Это трагедия в начале, а потом фарс. И то, что мы сейчас наблюдаем, но при этом, опять же, интересно смотреть за людьми, которые продолжают поддерживать Трампа, потому что понимают, что это люди, у которых связь с реальностью очень относительная. Слушайте, очень важный вопрос один есть. Все-таки мы еще ни слова не сказали о том, что компания Трампа идет параллельно с несколькими судебными процессами, где на фигуру обвиняемого. И кроме того, есть же история с 14-й поправкой, которая пока повисла в воздухе. Которую никто не отменял. Ну да, ну вот какого числа там Верховный суд должен рассматривать протест? Вы знаете, я за Верховным судом не слежу так близко, как, например, Карина Орлова, которая замечательно по этому поводу его конспектирует. Но я просто получаю удовольствие, потому что вот сейчас, например, суд идет по поводу убытков, по поводу и Джин Кэролл. Он, значит, изнасиловал женщину, потом испортил ее репутацию, заявил, что он ее не изнасиловал, судья сказал, что он ее изнасиловал, присяжные сказали, что это было сексуальное нападение. Так что, если мы теперь будем спорить о том, что такое значение изнасилования, то это ваш республиканский кандидат президент и дорогие мои трамписты, трампоны. И это может очень приятно закончиться для, ну, не для Трампа, и не для его семьи, и не для его организации, но для нас, американцев, потому что сейчас он пытается залезть на, дать показания, когда только обсуждается размер ущерба, который ему надо будет возместить этой женщине. Он что хочет, рассказать о том, как она пострадала? Нет, он будет опять гнуть свою линию. А сейчас присяжные будут решать, сколько он должен заплатить. Это может быть какая-то невероятная, фантасмагорическая сумма, потому что они не связаны никакими правилами. Они просто смотрят, как он продолжает над ней издеваться прямо вот в реальном времени вот так. Ее адвокаты собираются эту информацию продолжать подавать присяжным. Так что просто интересно, как счетчик продолжает крутиться, и это самое быстрое дело из всех тех, которые он смотрит, вот надо будет платить. Плюс сейчас должно выйти решение по поводу его, всей его мошеннической фирмы, которая тоже признана мошеннической, теперь только вопрос опять же убытков. Он может получить такой счет за банкет, что интересно будет, как это все будет дальше происходить. Но надо отдать должное штату Флорида, где они собираются, законодатели в штате Флорида, нам, я не знаю, как это сказать. Они собираются проголосовать за то, чтобы выделить 5 миллионов долларов на оплату адвокатов Трампа. Они настолько купились ту идею, что его преследуют незаконно, что они хотят взять деньги налогоплательщиков Флориды и помочь несчастному Трампу. Но страдает он, не хватает людей. Вы знаете, он только за. Республиканская партия, когда смотришь на всех этих кандидатов, надо признать, что не то, чтобы Трамп такой шикарный, кандидаты ужасные. И Ники Хейли, это тоже такой третий сорт, но другого нет, я буду за нее голосовать, это прекрасно. Но что это такое? Она не может ответить на вопрос по поводу, как началась гражданская война в Соединенных Штатах. Знаете, почему? Потому что она боится. которые живут, как сказал Дэвид Фрам, который раньше писал спичи для Буша-младшего и придумал эту ось зла, привел ее обратно, а с тех пор задолго за это извинялся и сейчас пишет очень интересные вещи, говорит, что просто это очень слабые люди, которые вот таким образом они либо согласны говорить толпе то, что толпа хочет слышать, либо они и так поддерживают толпу. Это вот выбор республиканской партии. Поэтому я как-то не вижу, что здесь Дорон Десантис. Он совсем недавно, его просто показывают в видео, когда он говорит, вы можете быть самым ужасным республиканцем, но если вы поцелуете кольцо Дональда Трампа, то вы, все с вами хорошо, я не буду таким человеком. Ну, и мы знаем, что случилось. Он как бы встал на колено и поцеловал кольцо, так что я уверен, это еще может быть интересно, потому что если Дональд Трамп по суду его будут преследовать, он будет скрываться во Флориде. Я жду, когда Флорида выйдет из состава Соединенных Штатов под предводительством Десантиса, чтобы спасти Дональда Трампа от этой шайки и прокуроров, и судей, и присяжных. Ну, страшно, подождите, там же не только Флорида, там же есть как минимум одно дело федерального обвинения, я имею в виду в связи с событиями 6 января с попыткой штурма. там Кокин задерживается, ему в основном, у него всегда стратегия задерживать, тянуть, 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 тянуть. И в тех делах, вот про которые вы сейчас говорите, они с одной стороны такие более сочные, и он сидеть по ним будет дольше. И к тому же, если ему штраф, то это не тюрьма, несчастный Трамп, только штраф, не тюрьма, хотя мы знаем его место за решеткой, но он оттягивает, и суды вот ему в этом смысле дают возможности тянуть. Я не вижу, каким образом Верховный суд оправдает, почему Трамп может принимать участие в наших выборах, несмотря на то, что он явно пытался устроить мятеж 6 января, и все дело возможно для того, чтобы это стало успешным. И только благодаря усилиям наших, я не знаю, секретной службы, которая не пустила Трампа в Капитолий, и оттянула его оттуда, хотя он там схватился за шофера, то есть, вы знаете, если бы броневики... А мне нету собственной охраны его не пустила? Ну да, сказали, сэр, это опасно, а он говорит, это же мои люди, нет, сэр, это опасно. Но это как, если бы Ленин на броневике, а в броневике царский охранник. Ну, как-то так не получилось у Трампа, он не просчитал, видимо, до конца все свои варианты. Но это, ну, как его, но его допустит, видимо, Верховный суд что-то придумает. Это проблема для Верховного суда, потому что это их репутация. Они как бы пытаются, их это волнует. Я понимаю, что возможно, так сказать, какой конституционный суд в России, какая репутация. Но Верховный суд в Соединенных Штатах их это волнует. Частично, потому что это их. Они там пожизненно. Соответственно, это как бы их бизнес, который никто не уважает, если они себя будут вести таким ангажированным, одиозным образом. Но надо, чтобы президент, чтобы это чучело, чтобы мы его все отвергли в каждом штате. Потому что судебная система, видимо, решила в конце концов переложить это на плечи избирателей. Поэтому я думаю, что 14-я поправка нас в данной ситуации не спасет. Слишком высоко он избирается. Если бы он был штатным законодателем, то да, сработало бы без проблем. А вот с президентом у нас большие проблемы. Это надо проработать. А иммунитет его, который задерживает решение по поводу мятежа, вообще все дела задерживаются из решения иммунитета, но тут Верховному суду придется из себя сделать какой-то крендель-претцель, чтобы решить эту проблему. Желаем успеха. Поэтому я с таким интересом смотрю именно за И. Джин Кэрол, потому что это реально, это перед нами, присяжные уже сидят, они уже выносят, скоро вынесут решение. Интересно, интересно. Вот так послушаешь вас, особенно, когда вы говорите о том, как суды пытаются затянуть эти процессы, разумеется, не без участия адвокатов, юристов, Дональда Трампа, но так вот, если задуматься над тем, о чем вы говорите, то можно представить, если, знаете, такой сценарий, худший сценарий, я имею в виду, Трамп таки переизбирается на второй срок и потом садится в тюрьму. Мне трудно представить такой вариант. После окончания, вот он отбудет свои четыре года, а потом суды как раз к концу его второго срока и решат, что да, пожалуй, надо посадить. Я согласен с вами в том смысле, что если он не избирается и он не в Белом доме, то он сядет. Поэтому он не может перестать избираться и он не может никогда покинуть Белый дом, если он там окажется. Потому что следующий срок Трампа будет пожизненным. Либо он будет в Белом доме, либо он будет в тюрьме. Тут просто все очень четко, поэтому представить себе, что он, то, что вы описали, можно. Он это себе как раз может представить, но допустить он этого не может. Поэтому он именно с этим вариантом и борется. Хорошая новость сегодня пришла из Соединенных Штатов с утра. Хочу с вами поделиться. Мы узнали, что Американская киноакадемия сегодня приняла важное решение. Был объявлен шорт-лист номинантов на Оскар. И вот в номинации лучший документальный фильм в финальную пятерку вошла картина украинского кинематографиста Мстислава Чернова «Двадцать дней в Мариуполе». Картина, которая рассказывает о первых неделях и месяцах российского вторжения в Украину. 10 марта церемония объявления победителей «Все болеем за Мстислава Чернова». Но при этом значительно более может быть важный политический вопрос, который я хотел бы с вами обсудить, Юрий. Как вы думаете, все-таки удастся разблокировать пакет американской помощи Украине или это тупик? Вы знаете, именно из вашего двойного вопроса это именно так, как я хотел ответить, потому что с моей точки зрения «Оскар» и все это замечательно, это нужная задача, я это обсужду, но все это сводится к тому, что нужна помощь Украине. Нужны вот эти 61 миллиард долларов или сколько там они смогут, миллиард, скорее всего, это будет. Я не слышу, что какие-то есть разногласия по цифре, так что надо теперь просто эту цифру пробить, чтобы это стало реальностью. Это, значит, как бы главное. С другой стороны, все то, что происходит, что привлекает внимание к Украине, замечательно. Это то, что должно происходить, и я хочу, во-первых, пожелать успеха этому замечательному документальному фильму, а с другой стороны, отметить, что это часть той кампании, которая должна происходить. Нэнси Пелоси выступила в Джорджтаун Университи где-то месяца два назад, и ее спросили, как ей удалось провести вот эту невероятную реформу здравоохранения в Соединенных Штатах. Это невероятно, как что удалось сделать. И она сказала, мы провели 10 тысяч встреч по всей стране, где люди рассказывали свои истории о здравоохранении. Они не говорили об этом законе, они говорили о своей жизни, у этой женщины был рак, у этой женщины был невероятный счет за здравоохранение. И вот это все произвело то давление на политиков. Там были интересные моменты, когда, например, монахини за здоровье, когда стали выступать, монахини очень хорошо противопоставили себя священникам, которые были против. Так что там невероятно развелась деятельность. Мне кажется, что это то, что должно происходить в США по поводу Украины и поддержки Украины. Я думаю, что должны идти против... Кто это должен делать? Кто этим должен заниматься? Все. Это должны делать и американцы, и украинцы, и те, кто говорят по-русски и не являются украинцами. У нас один из соведущих на моем канале Рашкин Репорт, художник Анат Ибрагимов, вышел со своим котом Яном, которого он усыновил, этот спасенный кот из Украины, и они с котом вышли с американским флагом, с украинским флагом в центре города Сан-Хозе на поддержку Arms for Ukraine, оружие для Украины. Это нужно видеть, люди должны понимать, потому что иначе мы видим то, что те, кто протестуют по поводу того, что происходит в Израиле, Палестине, Газе, пожалуйста, а вот по поводу Украины где? И я понимаю, что это, знаете, иногда мне кажется, что люди боятся протестовать, заниматься политической деятельностью каким-то образом в Соединенных Штатах. Они здесь возможны как беженцы, они здесь возможны как... Но я вам скажу, если вы в Соединенных Штатах, не нарушайте законы в Соединенных Штатах. Это важно. А заниматься политической деятельностью, выражать свое мнение, пожалуйста, это США. И все те страхи по поводу первой поправки, которые используют тромпоны, русскоговорящие, которые не понимают, что такое общаться с людьми, с уважением, это не означает, что вы не можете заниматься политической деятельностью. Протестуйте, требуйте помощь для Украины. Это нужно, чтобы давить на политиков, потому что сейчас ситуация застряла. Мы видим, что Конгресс, две палаты, наши Сенаты, палата представителей в очень разном месте, потому что в Сенате двухпартийная поддержка, Митч МакКоннелл, Чак Шумер, все руки за руку, взялись за Украину, за южную границу. Прекрасно. А в это время палата представителей, там тоже двухсторонняя поддержка, но Майк Джонсон сидит в кармане у Дональда Трампа. И более того, он уже поддержал Трампа в президенты и уже сказал, что он, значит, только поддерживает, что он против какой-то сделки, потому что Трамп. Так что это все как-то непонятно, но при этом преимущество республиканцев сокращается. У них там, кажется, останется одно или два места. То есть это какое-то большинство без большинства. Непредсказуемая история, но эту помощь нужно продавить сквозь палату представителей. Интересно наблюдать реакцию республиканских конгрессменов, которые стоят и как бы руками разводят, говорят, я что ж должен так ненавидеть Украину, что я не могу позаботиться о собственной границе, чтобы я, вот у меня сделка по поводу моей южной границы, это шикарная сделка, мы такой никогда не видели, никогда больше не увидим, потому что демократы сказали, что за Украину и за вот эти все пакеты помощи мы согласны изменить иммиграционное законодательство Соединенных Штатов. Такого никогда больше может не произойти. И в это время Майк Джонсон говорит, вы знаете, но Дональду Трампу это не нравится. И тут как бы мы сами понимаем, что чем дальше Дональд Трамп будет выигрывать, тем больше он будет контролировать повестку и всех политиков республиканской партии. Поэтому часы, так сказать, тикают, и нужно это срочно закончить. Мне, так сказать, запомнилось интервью мое с генералом Беном Ходжесом, который считает, что в начале февраля они смогут наконец договориться. Ждем в начале февраля в таком случае. Осталось совсем недолго. Юрий, спасибо вам большое за этот разговор. Было очень интересно. Мы всегда рады видеть вас на нашем канале. А всех, кто нас смотрел, я благодарю за ваше внимание. Еще раз попрошу, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь, оставьте комментарии, задайте вопросы. Я постараюсь на самые интересные вопросы отвечать лично, на самые интересные реплики лично реагировать. На этом у нас все. Большое вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok